алекс про группы new level life представляет здравствуйте еще раз мы продолжаем прямую трансляцию с нами сейчас александр он нам расскажет про новые технологии новый бизнес который может решить даже нескольких людей их профессии это как бухгалтера это как нотариус и так далее на самом деле очень опасно но хотели бы наверное его выслушать и чтобы он более подробно рассказал про такой интересный свой бизнес всем привет друзья меня зовут алекс про я постараюсь быть краток лаконичен не занять у вас более 10 минут потому что время это самый ценный актив жизни каждого человека соответственно кратко и ёмко у меня два высших образования две корочки одна красная вторая синяя но друзья в жизни мне это ни разу не пригодилось помнить об этом потому что моя нынешняя не профессия моя сфера деятельности никак не связано ни с педагогикой не с юриспруденцией это два моих высших образования сейчас я занимаюсь интернет-маркетингом интернет-технологиями в частности блокчейном все что связано с биткоином с криптовалютами и технологии блокчейн уже более 9 лет существует наверное очень мало кто из вас слышал об этом хотя 1 ноября ровно 9 лет назад появился биткоин появилась появилась технология блокчейна блокчейн интернет 2.0 это децентрализованная система хранения распределения данных и в первую очередь эта технология когда будет углублена во все водоросли и сферы нашей с вами жизни она впервые в первую очередь ударить по юристам по нотариусам по банкам потому что эти органы которые подтверждают личность права собственности права подписи и так далее по факту это пиявки которые присасываются к нам с вами нашим кошелькам мы должны платить некие пошлины за удостоверение у нотариуса за транзакции в банках и так далее технологии блокчейн это все убирает получаются люди скоро могут остаться без работы не люди а именно эти профессии и все же понимают даже герман грех там олег теников они уже давно во первых внедряют технологии блокчейн в свои банковские секторы и во-вторых они говорят в частности грех говорит что через пять-десять лет банков не станет в том виде в котором мы сейчас все будет в электронном виде абсолютно сейчас уже электронные деньги у тебя зарплата приходит на карточку по факту тебя этой бумаги нет эта бумага которая нагрелена ценностью у тебя или нет у тебя есть набор единиц нулей которые лежат где-то в банке на каком-то счету если повезет ты сможешь обналичить хлеба заправить автомобиль и так далее поэтому сейчас абсолютно все уже в интернете уже давно блокчейн просто он делает необратимые транзакции невозможно что-либо изменить с одним числом если бы получаем был в нашей жизни там хотя бы лет 20 50 мы вы знали абсолютно другую историю другую религию другую политику опять же на выборную систему получает кардинальным образом поэтому до марта 2018 года блокчейн у нас везде не будет однозначен а как он может повлиять на выборы потому что каждый человек будет иметь свой уникальный адрес транзакции сможет проголосовать отдать свой голос за того или иного своего избранника из любой точки мира не надо будет получать не открепительное удостоверение не приходить на избирательный участок с паспортом со свидетельством о рождении прочим они будут открыты и каждый участник выборов сможет зайти и посмотреть по номеру адреса смарт-контракта кто за кого отдал какой голос это будет полностью анонимно просто набор цифр и символов единицы так далее к этому бизнесу вообще давно ли ты занимаешься я занимаюсь уже более 10 лет свой первый миллион я заработал 25 лет практически ровно 10 лет назад не накопил не наследство получила именно заработал поднял за один месяц и сделаю это с помощью только интернет поэтому я понял что на земле на каком-то бизнесе это сделать в принципе мы сейчас уже живем можно сказать что в интернете и что касается телевизора театров кинотеатров то есть это нам все уже будет не нужно как же театр все-таки это культура это искусство при помощи того что интернет у нас сильно будет развиваться все-таки культурные ценности мы не потеряем правильные которые нам нужны опять же культурные духовные ценности они в первую очередь внутри каждого из нас в душе в сердце в голове если кто-то не хочет кому-то чуждо театральное искусство искусство кино музей в библиотеку прочего они что вчера этим не пользовались сегодня и завтра когда у нас допустим исчезнут все музеи театра они даже не вспомнишь что они были можно было пользоваться для духовного развития у нас сразу напоминает москва слезам не верит помните когда все заменит телевидение мы сейчас пришли к такому времени что уже телевидение заменяют снять его интернет правильно а расскажи пожалуйста как ты относишься к слову благотворительность в нашем времени и что вообще для тебя это значит к слову благотворительность я отношусь как творить благо от чистого сердца от чистой души немного истории о благотворительности когда в очередной раз наш с партнерами бизнес рухнул развалился и вариантов его восстановить уже не было у нас оставалась иная сумма которая осталась после этого бизнеса мы понимали что восстанавливать упавший бизнес смысла нет начали анализировать почему в очередной раз мы вернулись к отправной точке почему так сложилось почему случилось начали посещать различные семинары тренинги читать умные книжки и так далее поняли что во всем должна быть гармония гармония в семье в здоровье в спорте во внешнем и внутреннем мире и вот одним из составляющих у нас не хватало как раз именно благотворительной составляющей и в тот момент у меня друзья в фейсбуке нашлась одна девушка она телерадио ведущий она диджея на одном из моих любимых радиоканалов она тяжело заболела и мы посовещавшись с партнерами надо было четверо в этот момент приняли решение 10 процентов от оставшейся суммы от бизнеса отправить ей на благотворительность это была адресная помощь без всякого реклама какой-то без папаса без каких-то условий там по публикации постов и прочего без расписок просто от чистого сердца почему именно 10 процентов потому что из истории мы видим что десятина она была введена в четвертом веке нашей эры и каждый житель советского союза в принципе во всем мире это было до должен был отправлять одну десятую часть доходов будь то церкви государства еще какие-то на благотворительность соответственно помогли девушке в тот момент это была критически важная помощь и слава богу это ей помогло и спустя несколько лет она полностью поправилась выздоровела и скоро вновь я думаю нас будет радовать с экранов телевизоров и из радио очень надеемся скажи пожалуйста вот ты как раз упомянул о том что вы нигде не придавали этому огласки то есть ты считаешь по мнению что если человек занимается благотворительностью и он придает это огласки какой-то это плохо здесь надо понять ради чего ты делаешь или же ты делаешь это на показ для того чтобы уйти от налогов потому что благотворительности от юридических лиц она мы все знаем убирает некую налоговую нагрузку нам же не было смысла убирать налоговую нагрузку потому что бизнес рухнет от чистого сердца от души и поэтому оставшийся капитал из оставшихся 90 процентов до которым 10 по дали 90 осталось мы по 10 процентов взяли себе на жизнь на ближайший год чтобы кормить свои семьи сами как существовать осталось 50 процентов капитала от рухнувшего бизнеса и за следующий год мы из этих 50 процентов делали 5000 процентов и тут не зашло понимание что именно наверно в тот момент там не хватало вот этой благотворительной составляющей которая помогла выбрать правильный путь в строительстве чем ты больше отдаешь не важно отдавать деньги свою помощь свое внимание может помочь словом можно перевести бабушку через дорогу а вдруг это та самая бабушка которая волшебница волшебной палочкой чудеса не сплошь и рядом просто надо заметить просто надо увидеть так же как и возможности и деньги в том числе они в прямом смысле валяются у нас под ногами просто надо в нужном месте наклониться и поднять эту возможность и конвертировать ее уже некие деньги потому что сейчас снова ящик он у нас везде повсеместно да но в основном все молодежь сидит в соц сетях лайки репосты комменты на этом можно зарабатывать на этом можно зарабатывать на этом нужно зарабатывать просто надо знать и понимать как это делать в интернете абсолютно вся информация открыта можно погуглить все что угодно найти саша скажи пожалуйста такой вопрос как ты знаешь что уже завтра у нас в зажняках 19 числа будет большой бизнес шоу форум вне времени он приурочен как раз таки благотворительности будет благотворительный балл в кремле 12 декабря для детей малоимущих семей для интернет интернат и для детей которые не могут себе позволить развиваться в творчестве такая программа она должна быть есть место быть то есть получается мы же рассказываем о том что делаем как раз таки собираем народ на лужники они получат там не только тренинг но и помогут еще вместе с нами мы всем миром скажем так соберемся чтобы провести этот благотворительный балл вот а получается мы делаем огласку имеет ли место быть действительно честной благотворительности хоть мы и придаем огласку да конечно имеет место быть потому что здесь в первую очередь важно создание некого комьюнити чтобы люди узнали что была десятина когда-то чуть-чуть окунулись в историю чуть-чуть посмотрели на факты потеяния но ты с другой стороны что действительно чем-то больше отдаешь тем ты больше получаешь поэтому огласки это тоже придавать надо и стоит тем более если у вас есть общество компания которые готовы это организовывать готовы открыто помогать детям рассказывайте действительно чистого сердца все это делать туда конечно эти мероприятия должны быть и не один раз в год я считаю а постоянно совершенно с тобой согласна ну что же с нами сегодня был александр а завтра мы все вместе увидимся уже в лужниках 19 числа будем рады вас видеть приходите и вместе с нами помогать тем а кто действительно в этом нуждается спасибо друзья с вами был алекс про александр 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 александр